Сегодня у меня такая встреча на Эльбе, на пешеходном мосту, с моим очень хорошим другом Свитосом, который заинтриговал и сказал, что ведет меня в какое-то очень интересное место. Какой он расскажет, я надеюсь. Добрый день. Ну вот, это Лина. Лина, здравствуй. Здравствуйте, Линочка. У меня такая же собака. Необычное, редкое имя. Ну вот, мы идем сейчас в зоокафе, где для нее приготовили очень хороший сюрприз. В этом замечательном кафе торт. Огромный, красивый, замечательный торт. Офигеть! Ну, Линочка, вот почему ты дрожишь. Я думал, ты мерзнешь, а ты не мерзнешь, ты ждешь торт. Сейчас вся морда будет в креме. Ну что, пойдем тогда, а то замерзла собака бедная. Ну вот, знакомьтесь, хорошее, замечательное кафе. Это кафе, хочу сказать, нашего известного исполнителя Сергея Лазарева. А-а-а. Кстати, Серега, удачи тебе на Евровидении. Порви всех, как всегда, как обычно. А расскажите, а для людей вот что-то есть вообще? Или только для животных? Нет, ну, только для животных. А, то есть мы с Ритасом не перекусим у вас? Нет, только ваши питомцы. Тирамису какой-нибудь? Нет, у нас есть вот такие вот десерты для вас. Вот подождите, это обычный тортик. Что в нем внутри? Почему он должен считаться собачьим? А я вам расскажу, извините, пожалуйста. Здесь начинка из мяса, говядина, курица, злаки, овощи. Поэтому животные с огромным удовольствием, счастьем, съедают этот замечательный подарок. Расскажи мне, дорогой друг, как у тебя появились дома вот эти замечательные животные? Да, вы видите, уже все принесли. А, прям написано, Лина. Лина, так это прям тебе тортик-то, смотри. Ну, налетайте, нормальной еды-то поедите, наконец-то. Покушайте. Так, там что? А, Шанель. Вот это ей. Девочку зовут Шанель. Девочка Шанель. Шанель на размер, это, как я понимаю, только мейн-кун, только маленькая. Мейн-кун, да, два месяца вот кошки. Вот недавно только мы ее подарили Аллочке, дочке на день рождения. Вот, ей исполнилось 10 лет. Она очень хотела и мечтала. Именно мейн-куна. Да, именно мейн-куна, потому что, ну, они же, вы знаете, считаются одни из самых добрых животных, вернее, кошек вообще, в принципе, в природе. Тут добрее не существует. Но Шанель, вон, гуляет сама по себе, она уже все. Кошка, садись, садись, да, садись, да, с высоти деть, это два месяца. А это вот мы подарили сыну на день рождения. Линия 6? Линия 6 в самом рассвете сил. Все лучше еще. Красавица. Конечно, впереди у нее. А у тебя же самого в детстве были животные? Животные, да, очень много было. Цыплята были, 20 штук мне мама покупала, вот, каждую неделю практически. Вот она ходила на базар и покупала мне цыплят желтеньких, красивых. Ты за городом жил? Очень, нет, я жил в доме. В городской квартире? Да, в городской квартире. И мама покупала в городской квартире цыплят? Да, в городской квартире цыплят. И они у меня бегали по всей квартире, это что-то невероятное было. Это настолько красиво, удивительно и потрясающе было, что это, наверное, одно из самых ярких впечатлений в моей жизни. Цыплята, представляете, бегают по всему дому, 20 желтых цыплят. Они же пищат еще. Они пищат, вот, видимо, какие-то вибрации, которые передались мне в будущее. Большую роль, видимо, сыграли в становлении моей личности. В твоей карьере. Да, да. То есть родители у тебя, мама была за то, чтобы ты общался с животными? Да, ну, вы знаете, для детей это очень важно. Конечно, я согласен. Понимаете, для детей это очень важно. Я прям чувствую, что дети чувствуют себя комфортно, детям нравится это, дети чувствуют себя, им гораздо веселее, понимаете. Все-таки нельзя детей лишать детства. Потому что вот животные, на мой взгляд, являются неотъемлемой частью становления личности и воспитания детей. Давай-ка, все-таки мы с тобой попробуем понять, что это такое. Давай попробуем вот этот тортик. Давай, вот смотри. Давай мы разрежем кусочек. Кусочек, да, давай. Лина, на, держи торт. Иди сюда, смотри, какая вкусная. А чужое всегда вкуснее, понимаете. Конечно, чужое всегда вкуснее. Вот, а ну-ка. Ой, ты моя золотая, ты моя маленькая. А ты кормишь в основном Лину, кормишь чем, консервами или все-таки сухими? Ну, корм сухой консервы, безусловно. А, и то, и другое, да? Конечно, да. Ну, вот Мейкун обязательно должен консервы есть, обязательно, порядка, обязательно. Ну, она маленькая, у нее там должны витамины, минеральные вещества поступать в организм, поэтому там кальций в большом количестве необходим для нее. Угу. Нема хэмпан. Хэмпан. Ты популярный исполнитель в Китае, в Китайской Народной Республике. Ты там часто бываешь. Какие традиции, по твоим наблюдениям, у китайцев связаны с домашними питомцами? Кого они больше любят? Кошек, собак? Или наоборот, только вот своих этих золотистых карпов? Что касается китайцев, они очень сильно от вас отличаются. Совершенно другой менталитет, понимаете. Что бы я видел в парках гуляющего китайца с собакой или с кошкой, такого я не встречал. Люди с пяти утра, я вот сова по сущности своей, да, я вот ложусь там в 4-5 утра, потому что я ночью музыку пишу, слова, когда я уединяюсь, мне легче заниматься творчеством. Я ложусь спать ориентировочно в 5 утра, выглядываю с 80-го этажа вниз, и 150 китайцев стоят уже вот так вот, по стойке смирно, уже готовы принимать какие-то рабочие действия, понимаете. Уже на стройке, в касках все как один стоят, в 5 утра уже начинают работать. Потому что поэтому я сделал для себя вывод, что этот народ очень дисциплинированный и очень любит работать, понимаете. А для того, чтобы посвящать время животным, ну, логически, наверное, нужно для этого большое количество времени. То есть в Китае, в общем, домашние питомцы не очень приняли? Я не видел, не встречал. А бездомные животные есть на улице? Не встречал. Я знаю, что очень многие животные всегда подпевают. Вот твои как? Лина поет вместе с тобой? Ну, вот, допустим, Шанель, вот она буквально неделю у нас, но она вообще, в принципе, когда меня видит, уже подпевает начинает. Уже подпевает. А, кстати, можем проэкспериментировать. Смотри, надо позвать Лину или Шанель и... А ты можешь акапелло сейчас попробовать спеть? Да, ну, конечно. О, давай. Ну что, акапелло сейчас посмотрим, как животные будут реагировать. Ну, давайте, давайте. Идите сюда. Лина, иди-ка, иди. Ну, они, правда, заняты. Ну, давай. Лина, браво, давай похлопаем. Да, это она улыбалась, кстати. Это она улыбалась. Все аплодисменты тебе. Вот до чего дошла наша любовь к домашним питомцам, к нашим любимым животным. Мы открываем для них парикмахерские, кафе, магазины одежды, магазины игрушек. Вы знаете, мне кажется, это правильно. Вот так и должно быть. ДОМАН. АПЛОДИСМЕНТЫ ДОМАН. Редактор субтитров А.Семкин